Ближайшие четыре года 60-летний житель Новоалтайска рискует провести за решеткой. В его квартире нашли советскую винтовку и боеприпасы, пишут корреспонденты комсомольской правды на Алтае. Мужчина пояснил, что мелкокалиберную винтовку и 200 патронов к ней он приобрел у неизвестного человека более 20 лет назад. За незаконное приобретение сбыт хранения или ношения огнестрельного оружия возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до четырех лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Отремонтированную бийскую детскую поликлинику номер один откроют через две недели. В конце года ее начали капитально ремонтировать. Не делали этого уже 40 лет с момента постройки. Как пишет рабочий, чтобы ремонт никак не повлиял на качество врачебной помощи, было принято решение переместить персонал с третьего на первый этаж. Сейчас процесс реконструкции подходит к завершению. Из средств регионального бюджета на капремонт выделено 16 миллионов рублей. Телемедицинский комплекс впервые будут использовать в Алтайском крае. Его будут применять для работы в отдаленных селах, сообщают аргументы и факты на Алтае. Современное оборудование будет применяться на автопоезде здоровья. С его помощью можно будет транслировать изображения рентгенологических и диагностических аппаратов. Специалисты могут консультироваться со своими коллегами в больницах края, а пациенты – с лечащими врачами. Это позволит оперативно поставить диагноз. Впервые телемедицинский комплекс начнут использовать в Тальменском районе. Консультацию проведут маммолог, гинеколог и эндокринолог. Батюшки, экстрасенсы и загробная жизнь. Корреспонденты Политсибру пообщались с риэлторами, которые поделились историями о предрассудках и суевериях своих клиентов. Оказалось, что многие барнаульцы хотят квартиру с номером 13, верят в загробную жизнь, а визит батюшки помогают продать квартиру. Одна из агентов недвижимости рассказала, как клиент, выбирая коттедж, приехала на участок с компасом. Попросив всех выйти, она ходила по дому, оценивая направление света, когда солнце заходит в комнаты. Нередки ситуации, когда люди не могут долгое время найти покупателя и зовут батюшку. Ну а какая примета помогает быстрее продать квартиру самим риэлторам, читайте на страницах Политсибру.